Наши корреспонденты, как и большинство тверичан, внимательно и с интересом следят за прокладкой последнего отрезка трассы М-11. И вот, наконец-то, затянут последний болт в пролёте моста через Волгу. Таким образом, завершён важный этап возведения переправы. О том, какие дальнейшие планы у строителей и о сроках завершения работ, мы расскажем в первом материале выпуска. Возведение моста на скоростном шоссе идёт по плану. Теперь, как говорят строители, затянут последний болт в пролёте. А значит, через Волгу можно пройти пешком. Чтобы в ближайшее время это можно было бы сделать и на автомобиле, рабочие не снижают темпы. Сейчас активно ведутся работы по нанесению напыляемой гидроизоляции, по армированию монолитной плиты. Параллельно с ним ведутся работы по бетонированию. Также ведутся работы по нанесению антикоррозийной защиты металлоконструкции. Монтируются деформационные швы и ведутся работы по укреплению конусов бетоном. Погода стоит тёплая и солнечная. Что только лишний раз поможет уже в начале июня начать укладку асфальтобетона. Как отмечают в госкомпании «Автодор», он будет состоять из двух слоёв. Нижний слой покрытия 4 сантиметра – это литой асфальтобетон. Верхний слой покрытия из щебёночного асфальтобетона – 5 сантиметров. Далее будет смонтировано барьерное ограждение, мачтое освещение и нанесена горизонтальная дорожная разметка. В настоящий момент на возведение моста задействовано 380 человек и 35 единиц техники. А всего на строительстве второго этапа северного обхода Твери круглосуточно работают более 1200 человек и 800 единиц техники. Это позволит открыть движение уже в июле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok